Студия Союз Это Союз Юзик Шоу Союз Юзик Шоу Студия Союз В эфире шоу Студия Союз Шоу, куда мы приглашаем известных гостей, чтобы выяснить, кто из них самый музыкальный И сегодня мы узнаем, кто же самый музыкальный из шоу «Импровизация на ТНТ» У нас в гостях Антон Шостун Антон Шостун У меняй Шостун Антон У меняй Антон Шостун Всем привет, всем здрасте! Как видите, импровизировать не так уж и просто Антон Шостун Привет! Всем привет! А также Сергей Матвиенко Сергей Матвиенко Из импровизации Матвиенко Ну а этот пониже Сергей Матвиенко Вроде мелочь, а приятно Кто-то не здоровается со мной Кто-то зазнался, да? А, мы там стояли вместе, идиот Антон, Сергей, давайте сейчас я вкратце объясню, что здесь будет происходить Мы хотим выяснить, кто из вас круче разбирается в музыке Хотим это сделать с помощью наших музыкальных экспериментов Но прежде чем мы к ним перейдем Вам нужно выбрать звуки, которые понадобятся вам для ваших ответов Да, ребят, сейчас у вас на экранах появятся четыре варианта Я предлагаю, Антон, начать с тебя послушать все и определиться И выбрать, какой мне нравится, да, просто? Дылда Дылда? Откуда он знает? Подожди, сейчас будет вторая, это моя первая фамилия будет, смотри Шпала Шпала Антон Шпала Такой шансонье знаменитый, Антон Шпала выступает Итак Каланча Это голос человека из школы, который меня дразнит Мне кажется, это не заготовленный чувак сидит с микрофоном Да, просто, братан, обзывай его, когда он нажимает, и все Да, четвертый вариант будет Антон Ну, давай Ну, выбор очевиден, я, конечно же, выбираю Шпала Серег, теперь ты А у меня те же самые? Ну, конечно, нажимай, цифра один Это сейчас будет моя первая девушка Друг Дылды Давай дальше Закончили с объяснениями Друг Шпалы Дай угадаю Принцип ты Друг Каланчи Дальше будет подруга Антона Друг Антона Каратышка Я... а можно быстро променять на загорелый каратышка? До конца Я не имею отношения к этим названиям, если... Каратышка Я ношу это гордо Ты... а что ты носишь каратышку гордо? Давайте переходить к нашим экспериментам Это студия Союз Под ваши аппараты Проверим этих полтора парня Из импровизации Ну что, мы импровизируем? Наш первый музыкальный эксперимент называется ЛСДЦЛ Мы взяли фотографию известного исполнителя и соединили ее с фотографией предмета Нашим гостям нужно угадать название того, что у нас получилось Итак, Сань Привет, во-первых Здорово Здорово Саня Саня, привет Судя по его местам, увидите, человек отбитал в 92-м Я ему комплимент Хочешь цепочку? Давай, Сань, да Хопа Ты сейчас мог ему руку сломать вообще легко Кто-то сегодня будет немного по хип-хопу Ты как будто цепочку, знаешь, которую в ванну затыкают Кинь меня сегодня Немного по хип-хопу напоминаешь Роксану Бабаянка Что-нибудь, кинь Лови фотографию Шпала Можно нажимать и думать, да? Да Это И это, во-первых Это, во-первых, сова А во-вторых А во-вторых, это Курит часто она Савансон Как ее? Шпала Саваинга Спасибо, братан Давайте, следующая картинка Ну, это же очевидно Загорелый коротыш Получил Загорелый коротыш Подождите, это человек и человек Так нельзя совмещать Это исполнитель Из известной группы Руки вверх Да, зовут его Его зовут Сережа А где он? Бомжуков Дальше едем Так Ну Загорелый коротыш Этот зверек Это Вера Брежнева Да Поэтому Шпала Бобрежнева А следующую картинку, пожалуйста, угадайте Очень громко Очень громко Загорелый коротыш Так Черт Нажимай Это черт А именно Человек, который Бабушка Черт Бо Ай Шпала Чиди Сука, черт Загорелый коротыш А есть еще? Много Смотрим Готов Это и есть Загорелый коротыш Ну Это сложная картинка Это мужчина Шпала Это Кузьмин Да А теперь смотри Это петух Да Это Кузьминтух Я же поиграл Это Кузьмин Петух, что делает? Кукарикой Да, а теперь совмести Кузьмин Кукарик Кукаревич Загорелый коротыш Кукарикузьмин Да Сколько можно? Можно Согласитесь, что Кукаревич Звучит прям даже прикольнее Сейчас будьте готовы Шпала Это шастун Это рыба Нет, это определенная Это определенная рыба Какая-то рыба Какая-то рыба Вкусная Вкусная Загорелый коротыш Шастунец Ёлки-палки Ну Ага Делаем Делаем вещи Делаем вещи Давайте сейчас Какую-нибудь Редкую рыбеху ты поймал Обидную ему Какую-нибудь Давай-давай-давай И Ладно, ребята Это была последняя картинка И Прямо сейчас узнаем результат Этого эксперимента В этом эксперименте С минимальным преимуществом Побеждает Антон Шастун Это студия Союз У нас в гостях Шоу импровизация Антон Шастун Победил Антон Шастун Победил Антон Шастун Победил Студия Союз В студии Союз Срочно требуются синонимы К слову Победил Эксперимент называется Песня о песне Три буквы Псевдонимит певца Вторая буква Я когда слушаю песню У меня в голове Знаешь Я сначала подумал Что это Вот это Я тебя бум-бум-бум Ты меня бум-бум Но Тогда бы это была Передача для дебилов Что ж Давайте подводить итоги Не надо Надо подводить Это кто выиграл А кто обосрался Итог В нашем следующем музыкальном эксперименте Нашим гостям предстоит угадать название известного хита Про который мы написали песню Эксперимент называется Песня о песне Готовы? Да Поведаю вам люди Балладу про любовь Но от той баллады Леденеет кровь Простой московский парень Сочинил в ночи Песню своей девушки Родом из Чечни Вы спросите А что же в той балладе Вас должно напугать? Ничего особенного Просто парень мог воскресать! Но Этот конкурс может стать проблемой Может стать последним граммом Я когда слушаю песню Я думаю У меня в голове знаешь Матвиенко вот с такими Играет музыка Прикольно Сиди слушай Ты сейчас показал Матвиндзе Парень посвятил своей девушке песню Она родом из Чечни Это малоизвестный факт Но это факт И парень часто воскресает Давай второй куплет Второй куплет Беспечный ангел Второй куплет Да, давайте Не важно, что в куплете Одна голематья А важно, что в припеве Холодное дитя Кто же исполнитель этой песни Я вам намекну Загорелый каратес Три буквы Псевдониме певца Вторая буква У Материться нельзя Хоть и хочется Такое творчество Пока восковый Сергей Матвиенко сидит Мы с тобой поразмышляем Исполнитель на три буквы Вторая У Я придумал МОТ Получается это МУТ А письмо КО МУТКО Странно, что в голову приходит Смотрите, это не может петь ГУМ Магазин не может петь Правильно? Давайте переберем все, что я знаю А если ГУМ И последнюю букву поменять Загорелый коротышка Это ГУМ Так А песня? Песня Антон скажет Айс, 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 бэби Есть! Серега, Серега Я прям дебил, да? ГУМ Конечно, это же ГУМ Есть еще одна песня Она все и решит Для меня давай Ты не в ресторане, братан А, для меня А это для меня Ты ему еще тысячу кинь Вот так в ноги Для меня что-то Итак, готовы? Да Отвечаю, пацаны Эти люди из глубинки Раскачали всю страну Своим хитом о вечеринке Если вспоминать куплет То приходит строчка на ум В ней что-то непонятное Но четкое Бум-бум-бум Я раскрою вам секрет И с ним не поспоришь Песню сочинил И впарил в группе Талантливый дробыш Талантливый дробыш Талантливый дробыш Что запомнили? Начнем с простого Давай Кто такой дробыш? Мужчина с длинным вот таким волосочком Мужчина с длинным Одним Это стайл Итак, ребят Это ребята из глубинки А может и не ребята Ребята из глубинки Хорошо Давайте еще один куплет И возможно Антон что-нибудь вспомнит Вообще Любую Хотя бы Любую песню Готовы? Да Наташа, Катя, Оля, Валя, Граня, Аля, Зоя и Галя Участницами стали популярнейшего фестиваля Не носят стринги Нет татуировок Пирсинга нет Ведь общий возраст группы Составляет больше пятисталет Я знаю И я вам расскажу без опаски Ребятки На эстраде нашей не всегда Все решают бабки Все решают бабки Все решают Ключевое слово бабки Да, я понял А бабки из глубинки? Бурановские бабушки Ну Так Опять что? А? А? О? Не смей Сейчас Уйди Уйди Пати, пати 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 фо Эврибади Мне кажется Дробыш именно так припев и придумал Сейчас Сейчас бабки за пати 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 Да, есть Мы поедем туда Да За границу Я сначала подумал Что это Вот это Я тебя бум-бум-бум Ты меня бум-бум Но тогда бы это была передача для дебилов Песня такая Бум-бум-бум-бум Бум-бум Правильно Дальше Между нами тает лед Тает лед Правильно В общем, предлагаю прямо сейчас узнать результаты этого эксперимента Итак, в этом эксперименте снова побеждает Антон Шастун Наш следующий музыкальный эксперимент называется Рэп против политики Нашим гостям нужно угадать Кому принадлежит цитата Рэперу или политику Ну, начнем Первая цитата Давай, соберись Да, будем, будем Ельцин-центр Это Ельцин-центр Давай, Антон, с тебя начнем Как думаешь, кто такую цитату мог сказать? Я думаю, это... Ельцин-центр Ну, подождите Ельцин-центр Это Ельцин-центр Нет, это политика Странно, что депутат сидит Ельцин-центр! 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 Не, а может, он отвлекся В этом году Ельцин-центр В следующем году, значит, я обещаю Ельцин-центр. Может быть, это как-то рэп. Да? Послушаем правильный вариант. Это не рэп. Хорошо. Я тебя скачаю и удалюсь. Понял? Дальше. Ельцин-центр. Ну-ка, давай-ка. Сейчас всех в асфальт закатаем. Ну-ка, давай-ка. Сейчас в асфальт всех закатаем. Много ли ты знаешь рэперов, которые употребляют такие слова, как «давай-ка»? Да. Ух ты. Это? Политика. Мы определились. Да это рэп, стопудово. Давай, послушаем. Эх ты, какой... Ух ты. Ну-ка, давай-ка сейчас всех в асфальт закатаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Цепь можешь оставить себе. Слушаем. Вы будете. Вы будете. Вы будете. Вы будете. Вы будете. Вы будете. Учать в школе. Учать в школе. Нет, нет, нет. Это точно политика. Это когда какой-нибудь депутат встал и говорит, мы будем повышать пенсии. А вот вы будете, а? Вы будете. Вы будете это делать? Вы. Кто вообще? Вы будете. Кто будет? Политика. Ну, давай попробуем. Какой политик мог это сказать? А, любой, у которого словарный запас 2. Так. Любой политик это мог сказать соответственно. И соответственно это? Он нажал политика, потом поменял на рэп. Возможно, он что-то знает. Возможно, нет. Вспомни предыдущий конкурс. Антон, за вами приехали. Вы хотите, пожалуйста. Вы будете, вы будете, вы будете. Сука, арестованы, вы будете арестованы. Очень интересно. Отдайте кредивую цепочку. Привык скидывать все запрещенное человеку. Всю одежду упро. Смотри, я предлагаю с ним договориться и ответить одинаково. Ответишь политика, я отвечу политикой. Будь честным. Даже если это это, все. Давай послушаем, Сань. Слушаем. Не, я просто думал на рэп. Будьте, будьте, будьте. Я просто думал на рэп. Будьте, 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 будьте. А я знал, что не надо менять. Как грамотно вы друг друга развели. Идеальный, идеальный развод. Давай еще. Длинное зеленое мясом пахнет. Это я. Политика, представляете, которая так говорит? Он же должен еще на кого-то показывать. Ну, скорее всего. Длинное зеленое мясом пахнет. Подонки вот это вот. Ну нет, это рэп. Нажимай. Ты уверен. Политика. Длинное зеленое мясом пахнет. Что такое? Вся партия яблока. Раз, два, три. Длинное зеленое мясом пахнет. И что такое? Электричка в Москву. Дальше. Все, что можно было украсть, украли. Все, что можно было сесть, сели. Ну? Все, что можно было сесть, сели. Человек пока писал. У него изо рта выпали два твердых знака. Я знаю, как не проиграть. Нужно слушать нас. Я думаю, что это политика. Что это политика? Ладно, давай послушаем. Я включаю правильный ответ. Все, что можно было украсть, украли. Все, что можно было сесть, сели. Я даже и гамстук есть начал, да? Ну вот же. Сели и все. Ну и давай сразу следующее. Скажи, пожалуйста, а что такое гидропоник? Эй, ребята! Это же может быть произнесено политиком. Саня ходит, опрос делает. Ну да, просто он у думы. Подошел к кому-то. Длинным зеленым. Спросил. Я не буду думать и рассуждать. Это рэп. Ты уверен? Нет. Слушай, это политика. Это политика, пожалуйста, это политика. Скажи, пожалуйста, а что такое гидропоник? А кто обосрался? И то. Давайте. Подбогим итог. И в этом эксперименте победу одерживает Антон Шастун. Вау! Эта студия Союз. У нас в гостях шоу импровизация. Шастун победил. Матвиенко проиграл. Да не надо. Серега, тут не импровизация, серьезное шоу. Надо было готовиться. Можно было просто сказать, победил. Не надо про проиграл. Тоже, друзья. Собрались тут. А я че? Давайте играть. Итак, на счет 3-4 ты пишешь. 3-4. Ты мне сейчас включи эту песню, я все равно ее не угадаю. Ты сейчас даже пальцем мимо показываешь. Сейчас разбоюсь. И... Наш следующий музыкальный эксперимент называется «Унижай мелодию». Нашим гостям нужно угадать мелодию, которая будет записана с помощью необычного звука. Какой это будет звук, наши гости выберут и запишут прямо здесь и сейчас. Ребят, сейчас перед вами на экранах появится 9 ячеек. За каждой из них скрыто название звука, который вы должны будете воспроизвести. Я предлагаю начать с победителя. Конечно. Нет, нет, нет. Давай начнем не с победителя, он с того типа. С того типа, да. С победителя пускай отдохнет. Название звука, то есть, может быть, сирена. Вполне возможно. Давай, любимую цифру. Ну хорошо, пусть будет по центру. Пять. Итак, тебе нужно воспроизвести звук. То есть, сирена не могла быть ни при каких-либо всяких, да? Бомж попробовал элитные виски. И услышал сирену. Итак, на счет 3-4 ты пишешь. 3-4. Просто вот для сравнения, а бомж покакал. Один раз, да? Ты хочешь еще что-то попробовать? Переписать хочешь? Можно. Если есть какой-то достойный звук. Да, конечно же, нет. Я всегда с первого раза все отлично делаю. Итак, в таком случае давайте послушаем мелодию. Достаточно много виски было. Нет, там, короче, было много бомжей, и они передавали. Кто-то молодой бомж, повыше кто-то. Уважаемые бомжи, начинается дегустация литовой виски. Мелодию, угадали меня? Уважаемые бомжи. А мы не слушали, давай. Давайте еще раз. Сейчас будет проще. А нет, не будет. Ты просто поиграй еще раз. Смотри мне в глаза. Давай все смотреть. Что ты видишь? На моих глазах. В моих глазах. Глаза? Мои... А поет не борода. Твои глаза! Твои глаза! Лобода! Твои глаза! Давай, Серега, сейчас тоже самое предлагаем тебе проделать. Запиши классно, чтобы самому тебе легко было угадывать. Олигарх потерял бутылку виски. Нажми любую ячейку. Давай, какой? Семь или три? Я могу... Девять? Хорошо. Имеется в виду, что здесь петух, птица. Да, я понял. С акцентом должна как-то видеть. Там же нету ты. Если бы там было ты. Это может быть подозрительный. Мои мониторинг нету, у меня есть. Три, четыре. Хукарику! Давай послушаем, что это появилось. Это тонет он, понимаешь? Когда звук воды появляется. Кукарику! Кукарику! Серег, когда будем слушать, на кукарику не обращай внимания, там похожесть есть в мелодии. Все, давай, приготовили палец. Палец, кстати, хорошая подсказка. Давай, и... М-бенд надену кольцо на пальчик? Да! Она вернется, если что, я сказал. Давай, ты мне сейчас включи эту песню. Я все равно ее не угадаю. Да, ты сейчас даже пальцем мимо показывал. Ты мне даже... На этих эмоциях предлагаю закончить и подвести итог этому эксперименту. Да, итог, это очень важно. И в этом эксперименте снова проигрывает Сергей Матвиенко. В косяк студии «Союз» Шоу «Импровизация» Они ходят в электрошокерах Импровизация Иногда ходят по мышеловкам Сергей и Антон Специально для вас стулья под напряжением. Наш следующий музыкальный эксперимент называется «Один раз не Костюшкин Стас». Мы взяли текст неизвестной песни и убрали оттуда несколько слов. Нашим гостям нужно восстановить эти пробелы. Для начала давайте посмотрим, кто эту песню исполняет. Вот этот человек. Нейромонах. Скорее всего, это человек. Нейромонах. Скорее всего, с бородой, да. Так он выглядит в нарядном. Я предлагаю начать с Серёги. Да, давайте. Начнём с меня. Да, Серёга. Смотри, первая строчка. Жизнь моя что-то други или други. Тяжела? Жизнь моя тяжела, други. И у меня почти да нету. Кайфа у меня почти да нету. Ну потому что тяжела же жизнь. Правильно? Так, запомнили. Послушаем две строчки. Ой, хороший какой. Жизнь моя скепична, други. Развлечений у меня почти да нету. А мне же это засчитают, правильно? А ты помнишь, какой вообще счёт? Тебе это надо? Давай, Серёжка. Посему сижу на пне в... Где ты обычно сидишь... Ты хоть раз сидел на пне? В лесу. Посему сижу на пне в лесу? В лесу. Ты на пне где сидишь? В лесу. В лесу. Ну что, да может быть и посему сижу на пне в прихожей. Там же не может быть... В кольчуге. В кольчуге. Нормально. В кольчуге. Распеваю песню, да пляшу я. Давай, слушаем. По всему сижу на пне в деблях. Распеваю рамен бэйс. Да там дальше может быть всё что угодно. Сейчас распоюсь. И... Драм-эн-бэйс. Все вы слышали? Итак, распеваю драм-эн-бэйс. Тогда, когда печаль тоска? Когда печаль тоска? Тогда, когда печаль... Но это его стиль, я согласен. В принципе. Начинаю заниматься этим громко. Хорошо, слушаем. Чтобы слышал весь лес. Парни, сейчас всё будет очень просто. Одно слово. Всего одно слово. Давай. А слишком малюсенькое. Давай, надо хотя бы... Рубить ели топором. Рубить ели топором. И кидать... Шишки в белок. Шишки в белок. Шишки что ещё кидать? Шишки в белок. Слушаем. Рубить ели топором. И кидать шишки. Есть! Есть! Так. А давай я предлагаю, пацаны, по одной строчке. По одной строчке. Записываем, слушаем. По одной. Давай, кидать. Рубить. Давайте дерево поменяем просто. Давай, давай. Дуб. Топором. Дуб. Дуб. Слушаем. Рубить осиночку топором. Осиночку. Это, блин, мне чего надо было съесть, чтобы угадать осиночку. Грибы, ягоды, что он мог кидать в соловушек. Коренья, деньги мог кидать. Он же монах. Может, он кидал деньги в соловушек. Очень богатый. Лес купил и... Пойте, 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 сучки. Ну, давай определяться. Ну, пусть будет мхом. Кидать мхом в соловушек. Это точно неверно. Слушаем. Я никогда даже не видел, как это пишется. Рубить осиночку топором. Кидать мой соловушек. АПЛОДИСМЕНТЫ Нейромонах, мы узнали тебя. Это его тексты. Мы тебя узнали. Рубить, скотина. Пробрался. Я все знаю. А так. Есть ли смысл дальше вообще? Серега, тебе проще будет. Уже ель и осиночка ушла. Какие деревья? Осина. Липа. Липа. Ну, говори березоньку. Это только у меня появилось. Какую-нибудь. Березоньку, дубок, что, ольху? Березоньку. Березоньку. Березоньку топором. Это я сказал, если что. Рубить березоньку, Сань. Березоньку. Если что, бал мне, ладно? Зачем березоньку? Бал мне. Слушаем. Рубить березоньку топором. Это же я сказал! Березоньку. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Эй! Ну это же я сказал! Это же мне засчитывается, да? Ну и где теперь этот твой мох? Чего будем кидать? Что ты знаешь о березе? Кидать бруньки в крота. Пожалуйста, не надо бруньки. Бруньки? Пожалуйста. Это не бруньки по-любому. Кидать корнями в крота. Корнями. Корнями, он же под землей. Корнями, хорошо. Ну давай, послушаем. Рубить березоньку топором. Кидать коренька. Я понял! Все, что угодно говоришь! А сзади вгрыбает это слово. И все. Сколько деревьев осталось? Давай. Рубить сосны топором. Сосны, ты думаешь, да? Слушаем. Рубить. Сосны кула. Кидать. Талочки в медведь. Палочки в медведя он кидал. Палочки. Ну, конечно. Палочки. Подведем итог этому эксперименту. В этом эксперименте у нас нет победителя ничья. Антон Шастон победил. И Сергей Матвеецов победил. Но Серега проигрывает, хотя у него очень музыкальная фамилия. Я могу ходить, но бы без трусов, ведь я без сибирских полюсов. И я лошадь, я лошадь, я лошадь, я лошадь. Все представляют концерт этого человека. Голый на сцене в клубе, две пьяные женщины и он. Скорее всего, концерт в том же лесу, где кидают шишки. А мы переходим к нашему последнему музыкальному эксперименту, который называется «Кто это наделал?». Мы нашли в интернете музыкальный видеоклип и подобрали к нему несколько вариантов музыкального сопровождения. Нашим гостям нужно выбрать правильный вариант. Друзья, смотрите, сейчас мы покажем вам фрагмент реального видеоклипа, но без звука. Для начала давайте посмотрим этот отрывок. Давайте. Так. А я уже знаю текст. Так. Здорово, Михан. Здорово, Колян. Пошли в стримбар. Вот мы здесь. Здесь я... Смотри, как она... Ой! Вау! Давай послушаем первый, возможно, вариант. Да что ж, этот последний кадр так отвлекает. Больше нет варианта? А, есть. Я бы угадал. Тучи, лякоть, печаль и грусть. Но парень уходит в армию, и я его вряд ли дожду. Так, пока все срослось. Пока это лидирует. Еще один вариант. Жизненное. Секунду, подождите. Пацаны не плачут, пацаны ссут глазами? И он реально так спел. Да. Если это можно назвать пением, то да. Последний вариант. Сегодня сын родился у меня. Спасибо, Зая, я люблю тебя. Спасибо, что ты родила такого ангела для меня. Антон, пожалуйста, выбор за тобой. Как думаешь? Мне кажется, эта песня пацаны не плачут. А пацаны? Писывают глазами, да. Писывают глазами. Но по стилистике похоже. И какают ушами, да. Давайте пусть мы так. Вот эти песни. Серега. А мне кажется, что это все песни одного исполнителя. И у них универсальный клип просто. На все случаи жизни. Не предполагаешь, что это может девочка петь? Предполагаю. Понятно. Поэтому ты считаешь, что это... Как она меня выносит? Как она меня выносит? Смотрим правильный вариант. Ай-е, ай-о, музыка и алкоголь. Начиная сочинять, я перехожу за бой. А ты не жди меня со слезами у окна. Меня сегодня замотала так же, как вчера. А я не знаю, как она меня выносит. Ведь меня в голове активно в джигану заносит. А я не знаю, что она меня не просит. Пока менты не завалили, меня на допросе. А я не знаю, как она меня выносит. Я опять приду под утро, без пятнадцати восемь. А я не знаю. Спасибо, Витя Матанга. Вот. Пожалуй, пожалуй, да. Такой исполнитель. Он же в очках. Он стабильный и пунктуальный исполнитель. Без пятнадцати восемь. Без пятнадцати восемь. Без пятнадцати восемь. Без пятнадцати восемь выходит его песня. Когда я еду, красотки слетаются, как на мёд. Но и сно, скучно с одной. Я беру ещё и ещё. Запиши на мой счёт. Всё, что можно было, сэкономить нужным из чё. Её, её бельё уже не я. Тихо, тихо. Ты слышал в конце? Её бельё уже не её. Тихо, а моё. Внучек. Давай ещё. Он как будто мне лично всё это сказал. Скажи, кто твой светильник? Кто твой светильник? Тай, ты мой светильник? Тай, ты мой светильник? Я, я твой светильник? Я, я твой светильник? А ты моя, а ты моя бельё. Скажи, кто твой светильник? Кто, кто твой светильник? Тай, ты мой светильник? Тай, ты мой светильник? А ты моя кто? Бич. Бич. Всё. Пляж. Важно было. Давайте. Дальше. Мы катаемся, мы катаемся, мы катаемся, Сука, мы катаемся, мы катаемся, мы катаемся, Бога Нина Красный, я стараюсь, Мы катаемся, мы катаемся, мы катаемся, Сука, мы катаемся, Серега, давай ты начнешь. Короче, смотрите, неважно, что там правда. Антон. Я думаю, это скучно, с одной беру еще, смотрите. Эх ты, елки-палки. Когда я еду, красотки слетаются, Как на мед, но из дно скучно, с одной я беру еще и еще. Запишу на мой счет, все, что нужно было сэкономить, нужно ни с чем. Ее, ее белье у Жени и я. Ребят, согласитесь, он не русский. Согласитесь, он не рыбер. Согласитесь, у него кепка такая же, как у Сашки. Согласитесь, он похож на Сашки. Уже не твое. Еще есть? Есть. Саша. Так. О, девки парятся, шахматы играются. Загородный дом. Я припев придумал. Я ничейно припев придумал. Чуваки отжимаются. Девки парятся, шахматы играются. Хоп, прорубь шапки. И води там дальше отжимаются, и в проруби купаются. И прорубь выкупаются. Врубай этот вариант. Капушки, арома, масло, венечек, вообще прекрасно. Дай жара больше пара, дверь не открывай, набрасно. Набери холодный тазик, я налью чая. Баня-баня, офигенно, офигенно. Баня-баня, офигенно, офигенно, офигенно. Баня-баня. Это его очень сильно пропали. Баня-баня, офигенно. Больше не надо, больше не надо, пожалуйста. Утром бегать, утром бегать, утром бегать, отвечаю. Давай еще вариант. Баня-баня. А, здоровый образ жизни. Русский не кухай Русский не кались Русский не кури Утро, каждое утро на выходах Неплохо на долю нам выпало А вам не кажется, что мы до этого ее спели? Да, 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 да Давайте следующий вариант Все представляют концерт этого человека Голый на сцене, в клубе, две пьяные женщины Скорее всего, концерт в том же лесу, где кидают шишки В софт, в белок Ну это очень позитивный парень был Еще есть, Саш? Один, да, еще, вариантик А вот такая молодежь Не задушишь, не умрешь А вот такая молодежь Антон, давай Слушайте, ну смотрите, баня-баня офигенно Очень сильно подходит Потому что там про баню Потому что офигенный клик Но это слишком агрессивно Русский не бухай Просто человек кого-то убеждал В подъезде музыку наложили Я могу ходить долго без трусов Это просто моя жизнь Вот такая молодежь, это музыкальная бабка 2003 Победитель номинации И ты выбираешь И ты выбираешь Вот такая молодежь Сейчас любой вариант будет правильный, да? Не факт Не факт Не факт, надо подумать Это баня-баня офигенно Там же были шахматы Слушаем Арома масла Венечек Вообще прекрасно Дай жара Больше пара Дверь не открывай Напрасно Набери холодный тазик Я налью чай А баня-баня Офигенно Офигенно Отвечаю Иди в баню Не стоит пальцем А пальцем Иди в баню Иди в баню Иди в баню Человек Давайте попробуем выяснить Кто же был сильнее в этом эксперименте